здание внутри было ухоженное но не было нормальных сетей сюда привлекли дизайнера постарались сделать чтобы это было тоже красиво и уютно ну и сейчас покажем там не был ни женской раздевалки нормального погода регулирована а а а а и 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 Учебно-тренировочный сбор, юноша и девушка, 14-17 лет. У нас сколько популярных видов в школы приходят записываться, все хотят стать футболистами. А у вас на сколько длюдов вы делаете здесь? Длюдов в мире, вообще, если вы не взять, это второй вид футбола в футболах популярных. То есть в федерации, в международной федерации, уже в таких у нас есть странах, как в Африке, везде, где только можно. То есть сейчас футболизация очень удобная. И девчонки в том числе, да? И девчонки в том числе становятся. Если раньше мы приезжали на первенство России, у них весовые категории было там по 18 человек, по 15 человек. То сейчас мы вот приезжали 250 человек, в каждом весе по 50 человек. То есть очень много, девочек много. Ну мы рады, что в Москве выкипитали, что мы сделали. Спасибо большое. Президент лично поучаствовал в Усталове Галейс в этом. Дальше есть план в следующий год строить уже, вот сейчас проектируется большой зал. Поэтому этому виду спорта тоже будет в Казани уделено отдельное внимание. Надеемся, раскупулированное оно, тем более. Надеемся, еще больше мальчишек, девчонок выберут дзюдо как свой вид любимого спорта. Илья, здравствуйте. Это наша жена. Приветствую. Какие надежды? Мы поехали только недавно с БФО и сейчас мы готовимся к России. На чемпионат России, да? Как за на чемпионат мира? На Олимпиаду. Очень скоро готовимся. Успехов вам. Ребят, вы хороший пример. У нас здоровый образ жизни. Наша задача, чтобы как можно больше ребят, молодых и вообще в Казанске вели здоровый образ жизни, занимались спортом. Поэтому мы создаем такие условия для вас. Не только для дзюдо, но и для других видов спорта. А вы хороший пример, как это должно быть. Успехов вам. И верим в вас, будем следить за вашими успехами. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Вот на таких лозунгах, на таких девизах наши дети должны жить. Поэтому в каждом учреждении спорта, это небольшие деньги, мы выделим, чтобы дети каждый день смотрели и впитывали, кроме упражнений, кроме каких-то приемов, кроме умения быть членом команды, любой футбол, хоккей, лыжи, невазу, судо, легкая атлетика. Обязательно еще впитывали вот эти выражения, когда ты каждый день ходишь на тренировку, выходишь, ходишь и откладывается в голове. Это в том числе будет воспитывать спортивный дух. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...